Друзья, привет! Сейчас произошла такая история, еду на подписание нового договора, вот хотел как раз поснимать, мне уже все чаще и чаще просят, что снимите все от и до, как это все происходит. Поэтому будем все-таки стараться освещать, мы сами пытались уже это делать. В общем, какая интересная история. Сегодня одна из машин была просмотрена, Honda Accord, для человека из Петрозаводска. То есть это не в рамках подбора, а в рамках проверки автомобиля, разовой проверки его. Вот, посмотрели, все, разъехались, человек решил покупать этот автомобиль и звонит, значит, они оформляются сейчас в МРЭО. Продавец окружил себя друзьями, то есть там один, второй, второй помогает, значит, провернуть все это быстрее. Ну, в общем, наш клиент уже такой немножко в растерянности, прям чувствуется в голосе уже какая-то дрожь. В общем, просит о помощи, поэтому обязательно сейчас по пути к нашему новому клиенту я к нему заскочу, проверим все документы. Ну, и как-то, мне кажется, от моего присутствия все-таки ему будет поспокойней. Поэтому поехали. Так, вот такой у нас замечательный автомобиль, который поедет в Петрозаводск. Человек сам его нашел, нас попросил проверить. Ну, по автомобилю ничего не буду рассказывать, что тут как. Наверное, только стоит рассказать про особенности этой машины, на что обратить внимание перед покупкой. Когда приезжают люди с толщиномером, бегают с умным видом вокруг этой тачки, это на самом деле, ну, мало что дает. Вот, я тут похозяйничаю немножко, ладно. В общем, в первую очередь в этих тачках надо смотреть, конечно... Ой, блин, извините за качество, сейчас буду, блин, опять одной рукой снимать, другой. В общем, вот пресловутое место, которое требует отдельного внимания. Значит, эти тачки очень сильно угонялись. Поэтому без такой проверки, ну, как сказать, на криминальное происхождение автомобиля, ну, вообще смысла не вижу даже продолжать. В общем, вот эта панель, на ней идет маркировка ВИН-номера. Три варианта бывают того, что с ним происходит. Перебиты буквы, ой, перебиты цифры, то есть изменение просто существующего ВИНа. Вваривание вот этой пластины, либо вваривание всей панели. Для этого нужно снять вот эту вот пластиковую защиту, ну, вот, как его, пыльник, не знаю, как его правильно назвать. Далее что? Далее смотрим в мозгах ВИН обязательно. Может, подойдет обычный лаунч. То есть для этого не обязательно иметь профильное оборудование. И вот эта вот маркируемая табличка. Обязательно. То есть вот это все внимательно нужно проверять. И вот уже после этого вы можете смотреть уже автомобиль далее. По кузовне, по технике и прочее, прочее. Ну, вот как-то так. Сейчас приехал Умбрео, потому что у Павла тут немножко паника возникла по поводу постановки на учет. Поэтому решил поприсутствовать, проверить все документы самостоятельно. Так. Все. На этом все. Это, наверное, видео на тему того, что вот такой вот удар, вот такой вот силы. И вот такое вот замечательное целое крыло, которое будет даже без единого окраса. Поэтому эксперты, которые побегали вокруг машины только лишь с толщиномером. Ну, как бы, мне кажется, это не совсем, да, гарантия того, что с автомобилем все в порядке. Получается, снимает, да, подозрение на то, что аварийный автомобиль был. Хотя тут прям с лонжеронами. То есть я прям покажу. То есть и левый, и правый. И это крыло, кстати, тоже могло уцелеть, например, если бы вот это вот не загнуло. Да, может, еще и вытянуть, может, оно еще и будет стоять здесь. Просто второй слой краски. Скажут, косметика, косметика. По завершению сейчас сделаем еще раз компьютерную диагностику. По ходовой нареканий никаких нету, компрессия в норме. Это отличный вариант для покупки. По ходовой совершенно, стопроцентно, даже рекомендаций нету. Все чисто, сука. Все пыльники чистые, все втулки, стойки, все ровное. Ну, даже, честно говоря, вот даже если хотели бы, то ничего не нашли. Черт, не нашли предметы для торга. К сожалению, да. Но мы на это рассчитывали, у нас было большое желание, большая надежда на то, что она будет действительно в хорошем состоянии. Оба хозяина, это мужчина со своей женой, сидели. Они ценители этих машин, она не вторая в семье. А из X они состоят в клубе, постоянно по семье встречаются, все обсуждают, все обсуждают по регламенту. В общем, любимица модель в семье. Да. Так, компрессия. Все в норме. Компрессию замерили, да. Все показатели 12. Все ровно, одинаково, никаких отклонений от нормы, ни разницы. Что у нее по кузову? По кузову она вся в своей родной краске. Есть мелкие-мелкие, даже не царапки, а скользящие затертости-притертости мелкие на двух местах по переднему и заднему планету. И все? И все. Нет, забыл. Еще один такой момент, кстати, предмет для торга. На той неделе при езде на КАД попал большой-большой камень размером с кулак, попал как раз в центр лобового стекла над щеткой. То есть не хватило сантиметра, чтобы она скачала от щетки. Соответственно, пробил стекло, но не насквозь. Соответственно, там большая-большая-большая трещина в виде большого-большого паука. Это предмет для торга, да, будем скидывать на сумму стекла с установкой. Ну, в принципе, они на это готовы. Они не согласны, они готовы, да. Так, это у нас что? Это у нас ASX на механике. ASX, да, 1.6 на механике. Передний привод. Пробег у нее 50... 58 он подтвердился, ну, прежде всего, со своим состоянием по салону, кузову и технической части. Я понял. И смотри, это 12-го года, и за сколько в итоге? Это произведена машина в октябре 12-го, купили они ее в марте 13-го. То есть они эксплуатировались с 13-го года, и по цене, что она в итоге попадает? Бюджет какого попадает? По цене, значит, по цене такие автомобили идут в среднем где-то 650 по городу. Я посмотрел и 650, и 700 тысяч автомобилей. Но ты же уже там их несколько, сколько там штук смотрел? Уже 3-4 штуки? Я уже 6 машин посмотрел, но, к сожалению, даже с большим пробегом они все состоянием ужасающе. Даже единственный автомобиль мне понравился, но она стоила 710. А этот за сколько? Этот, получается, 650-ми выставляли в объявлении, договорились на 610, и скидка на стекло будет. То есть, грубо говоря, за 600, ну и за 600. То есть, это самая-самая нижняя планка на данный день у рыночной семьи. Друзья, привет! Мы недавно сняли видео о том, что мы готовы взять несколько человек в нашу команду. Спасибо всем огромное, кто откликнулся. Очень большой отклик получился, даже больше, чем по Питеру, получился из регионов, из Москвы. Пару человек написал. К сожалению, пока настолько широко раскинуть свои объятия мы не готовы. Поэтому команда все-таки, мы, видать, не уточнили. Я даже сам как-то пропустил этот момент. В общем, мы пока расширяемся в рамках Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, в общем, ну ничего страшного. Я всем, кто написал, я сказал, что, ребят, возможно, это все на перспективу. Поэтому не теряемся, не пропадаем, будем на связи с вами. Если что, будем держать в курсе. Сейчас будет первое собеседование. Сейчас встречаемся с человеком. Вот буквально мне уже там ехать минут пять осталось до него. Посмотрим. Возможно, это наш человек. Так что будем держать вас в курсе.